На Псалом 124 Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Для чего пророк прибавил Сион? Для чего не сказал просто «как гора», но упомянул именно об этой горе? Для того, чтобы научить тебя не падать духом в несчастьях, не погружаться в уныние, но держась надежды на Бога, мужественно переносить все и войны, и битвы, и смятения. Как эта гора, сделавшись некогда пустынной и лишенной жителей, опять достигла прежнего благосостояния и возвратила древнее благополучие вследствие возвращения своих обитателей и откровения чудес, так и мужественный человек, хотя бы потерпел бесчисленное множество бедствий, не поколеблется. Так и ты желай жизни небезопасной, бездейственной и безбедной, но колеблющейся, не колеблющейся от опасностей. Не одинаково ведь можно показать свое искусство, оставаясь спокойно в пристани или переплывая в волнующееся море. Один делается ленивым, беспечным и слабым, а другой, испытав много подводных камней, много скал, много бурных ветров и других морских опасностей, и перенесший все это, делает свою душу более крепкою. Ты введен в настоящую жизнь не для того, чтобы бездействовать, лениться, не терпеть никаких бедствий, но чтобы через страдания сделаться славным. Не будем же искать покоя или роскошной жизни. Желание этого прилично не мужественному человеку, а червю, более животному неразумному, нежели имеющему разум. Ты молись усердно, чтобы не впасть в искушение, но когда впадешь, то не скорби, не смущайся, не унывай, а употребляй все силы, чтобы сделаться славным. Не видишь ли, как мужественнейший из воинов, слыша призывающую трубу, взирает на трофеи, на победы, на венцы, на доблестных предков, так и ты при звуке духовной трубы встань и будь мужественнее льва, иди и на огонь, и на железо. Самые стихии стыдятся истинно мужественных людей, и звери боятся таких храбрых мужей. Хотя бы они рассверепели от голода или от своих природных свойств, а не забывают все, увидев праведника, и удерживают ярость свою. Итак, ограждай себя этим оружием, и ты не будешь бояться даже огня, хотя бы ты видел пламя, восходящее до неба. У тебя вождь доблестный, всемогущий, и одним мгновением разрушающий опасности. Все его, и небо, и земля, и море, и звери, и огонь, все для него легко изменить и передвинуть. Почему же, скажи мне, ты боишься? Ни почему иному, как полености и собственному нерадению. Смерть не выше ли всех бедствий, но и она есть долг природы. Почему же ты не извлекаешь пользы из этого долга? Если воля или неволя необходимо идти этим путем, то почему не идти с пользой, с подвигами, доставляющими невременные блага, но радость, превышающие здешние скорби? Если же эти слова кажутся тебе тяжкими, то представь людей, которые, не ожидая награды, подвергаются продолжительному страданию, постоянно борются с голодом, имеют неизлечимые продолжительные болезни, заставляющие их часто желать прекращения жизни, а иногда бросаться в петлю и на меч. Тебя же ожидает небо и небесное благо, и ты не трепещешь, не страшишься, предаваясь беспечности, и притом имея такого помощника. Разве не слышишь слов Торока, надеющийся на Господа, как гора Сион? Словом гора он выражает непоколебимость надежды на Бога. Ее твердость, неприступность, непобедимость. Как никто не может ни извинуть, ни поколебать горы, хотя бы употреблял бесчисленные средства, так и тот, кто нападает на возлагающего надежду на Бога. Возвратиться домой с пустыми руками. Подлинно. Надежда на Бога гораздо тверже горы. Не подвижется вовек. Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа своего отныне и вовек. Но скажешь, разве не поколебались Торока и Даниил? Нет. Они лишились Отечества, подверглись плену, но колебания не показали никакого никогда. Напротив, среди такого смятения, среди такого множества волн, они, как бы стоя на камне, находясь в тихой пристани, не потерпели ничего неприятного. Не называй колебанием несчастные обстоятельства. Не в этом колебании, а в погибели души и отпадении от добродетели. Такому колебанию среди опасности не подвергаются люди бодрствующие. Напротив, они укрепляют тогда свое любомудрие и сияют еще более. Если же хочешь принимать в переносном смысле эти слова, не подвигнется вовек живущий в Иерусалиме, то вообрази тамошнее состояние в горнем Отечестве. Подлинно, достигшие его свободны от всех превратностей. Там нет ничего соблазняющего, ни похоти, ни удовольствий, ни поводов ко греху, ни печали, ни болезни, ни опасности. Всего этого там совершенно нет. Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа своего отныне и вовек. Здесь пророк говорит и о защите, представляемой городу самым его местоположением, но не допускает надеяться на это, а возводить к непобедимой помощи. Возводит к Богу. 388. Хотя и горы, говорит, ограждает его, но он нуждается в той высшей защите. А она делает его непобедимым. Господни, говорит, ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведно не простерли рук своих к беззаконию. Показывает основательную причину помощи Божией, на которую они могут надеяться. Какую же? Бог не допустил, говорит, чтобы благо праведных были в руках грешников. Говорит, это как для того, чтобы они надеялись на помощь Божию, так и для того, чтобы пребывали в добродетели, если они хотят постоянно получать помощь его и обладать собственными благами. Этим он показывает, что и обладание благами, и безопасность, зависит от собственной их воли. Жезлом грешников называют царством врагов. А смысл этих слов следующий – не попустит владеть наследием праведных. Если же на время он попускал это, то для исправления и вразумления. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведно не простерли рук своих к беззаконию. Потому как выше сказано, что Бог защитит, отомстит, отразит, отгонит врагов от владения их. Он как бы так говорит – искушением наученные и рядом благ улучшенные, они постоянно будут жить в добродетели и, вразумляясь тем и другим, не прикоснуться к пороку. Так все служило к тому, что душа их сделалась лучшую от постигающих бедствий, получая исправление и от подаваемых благ, усиливая свою ревность. Благотвори Господи добрым и правым в сердцах своих. А совращающихся на кривые пути свои доставит Господь ходить с делающими беззакония. Видишь ли, что начало всего зависит от нас, и удостоится блага, получить наказание. Но хотя начало от нас, однако, и при этом сияет великий свет человеколюбия Божия. Он с великим избытком побеждает нас своими воздаяниями. За грехи он налагает соразмеры наказания, а за добрые дела дает превосходнейшее воздаяние. Правыми пророк называет здесь людей не лукавых, просто сердечных, не имеющих в себе ничего скрытного и коварного. Такой правоты особенно Бог ищет везде. Такова добродетель. Она просто и открыта. А порок, напротив, изменчив, извилист и запутан. Это можно видеть на опыте. Так, кто хочет солгать и обмануть, тот представь, сколько употребляет усилий, сколько должен придумать различных средств и хитрых слов, сколько иметь ловкости. А кто говорит истину, тому не нужен ни труда, ни беспокойства, ни лицемерия, ни хитрости и ничего подобного, потому что она сияет сама собою. Как безобразные лица нуждаются во многих внешних уборах и покровах для прикрытия естественного безобразия, а прекрасные по природе, напротив, безыскусственно сияют сами собою. Так бывает с ложью и истинною, с пороком и добродетелью. Отсюда очевидно, что порок еще прежде наказания сам причиняет наказание, а добродетель еще прежде воздаяния сама доставляет награду. Как добродетель заключает в себе самой награду еще прежде венцов, так порок заключает в себе самом мучение еще прежде наказания. Действительно, что может быть несносней наказания, происходящего от греха? Потому и Павел, упоминая о развратниках, растлевающих свою красоту и извращающих законы природы, говорит, что в этом самом и заключается величайшее мучение еще прежде наказания. Мужчины, говорит он, делая срам на мужчинах и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение, называя возмездием греха их самое распутство и действие. Мир на Израиле! Молитва и порок заключают речь. Таковы души святых. С совещанием и советом они соединяют молитву, доставляя слушающим величайшую помощь. Мир здесь он разумеет не только чувственный, но и высший, от которого и тот происходит. Молятся, чтобы душа не восставала самой на себя, воздвигая борьбу страстей. Такого мира будем искать и мы, чтобы нам достигнуть обетованных благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.